Эй, псс! Здарова! Последняя цифра лайка покажет, кто ты из Милан Плейграунд. Поэтому спускайся прямо сейчас вниз, нажимай лайк, нажимай подписку, нажимай колокольчик, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и сопоставь эти факты. И кто ты, напиши об этом в комментариях. Всё просто. Например, если ты маршмеллоу, то пиши «Я маршмеллоу». Всё круто. Приятного тебе просмотра. Эй, не знаешь, где купить игровую валюту или продать свой аккаунт? Тогда тебе на playarook.com. Playarook.com – это маркетплейс игровых товаров и услуг. Широкий ассортимент игровых товаров. От виртуальных предметов до аккаунтов и премиум валюты. И всё в одном месте. Более трёхсот игр и приложений, и сотни тысяч пользователей, и более полумиллиона отзывов от реальных людей. А покупка происходит всего лишь в пару кликов. Регистрируйся через ВКонтакте или Гугл, оплачивай с банковской карты или Киви, и получай товар в чате с продавцом. Помимо покупки, ты также можешь зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков покупают товары в любимые игры через Playarook. Рейтинг 5 звёзд, более 800 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Донат через официальный магазин. Покупай здесь не только надёжно, но и безопасно. Playarook.com – это ваш надёжный партнёр в мире игр. Покупай и продавай игровые товары по выгодным ценам на Playarook.com. Спросишь меня, где ссылка? А ссылка в описании. И здарова-здарова, дорогие друзья, ты на канале Меланфонг. А в этом видеоролике мы поговорим про все новости в Меланплейграун, которые наступят уже в ближайшем будущем. Также мы поговорим об обновлении 16.0, которое тоже нас ждёт в ближайшем будущем. Но перед началом видеоролика, как всегда, хочу сказать огромное спасибо вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. Если именно ты хочешь попасть в мой следующий видос, то всё очень просто. Тебе нужно просто подписаться на канал, поставить лайкосик, написать твой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на телегу. Ссылочка, как всегда, в описании. В общем, такие простые условия и попадай в мой следующий выпуск. В общем, я не буду тянуть твоё время и приятного тебе просмотра. И так прошло уже некоторое время с выхода последнего обновления 15.0. Обычно уже в это время примерно выпускают новые фиксы багов и так далее. Но как мы видим на данный период, у нас никаких фиксов не вышло. Как будто бы разработчики не видят все эти проблемы. Но это ладно. Возможно, это связано с тем, что немного поменялась политика обновлений. Как вы уже увидели, у нас до этого выходили бета-версии и различные такие вбросы и инсайды. Скорее всего, будет у нас всё происходить по точно такому же пути. Фиксы багов будут уже в следующем обновлении и они будут сразу глобальные. Не будет вот этих вот миллион тысяч мелких обновлений, которые нас преследовали на протяжении месяца. Но, возможно, я и не прав, поживём увидим. Всё это связано потому, что у нас теперь новая студия у меланплейграунда. Не то, чтобы поменялся разработчик. Нет. Скорее всего, Слис остался также каким-нибудь гендиректором. А поменялась команда. О чём заявляли сами разработчики. То есть, у нас появились средства в плане того, что у нас есть теперь деньги на рекламе. От того, что в игре появляется реклама, соответственно, там есть и деньги. Это понятно. Суть не в этом. Из-за того, что появились деньги, появились и деньги на разработчиков новых, на студию. За счёт этого они создали новую студию. И теперь у нас такие прикольные, глобальные, очень часто, я хочу заметить, обновления. Соответственно, чтобы вписать это всё юридически, так как расширилась студия, у нас поменялось и название. Вместо того, что раньше было 27Studio, сейчас у нас PlayDucky.com. В общем, это на самом деле такое спорное, странное название. По-моему, 27Studio было круче. Но так как оно менялось уже второй раз, сначала оно было цифрами, потом буквами. И уже третий раз менять название, как минимум странно. Чтобы это всё подтвердить юридически, всё проще было создать заново. С новым названием. Поэтому, как-то так. Теперь оправдание того, что обновы плохие, из-за того, что разработчик один не прокатит. Потому что сейчас уже работает достаточно огромная команда. И за счёт этого, я думаю, что обновы должны выходить достаточно крупные. Также, я думаю, сменилась политика. То есть, смотрите, раньше у нас было как. Просто выходили обновы на бум. Разработчики никак не интересовались мнением наших игроков. Но сейчас уже второе обновление подряд нас приветствуется при помощи вот такой вот плашечки. Где нам показывают, какое же всё-таки оружие или обновление и так далее вы хотите в следующем обновлении. Итак, сейчас у нас вылезла такая плашка, где у нас на выбор три оружия. Это пинбольное, лазерное и бёрстган. В общем, я выбираю, если честно, естественно, пинбольное оружие. Мне кажется, это самое интересное оружие. Но, так как большинство голосуют за лазерное оружие, то я думаю, что всё-таки в следующем обновлении мы должны увидеть лазерное оружие. Но, как мы видим в прошлом обновлении, помимо джипа у нас выпало много интересных разных штучек. Такие, как спортраздел, который вообще как бы никак не котировался с джипом. Так, я думаю, будет и в следующем обновлении. У нас просто есть лазерное оружие и, возможно, скорее всего, добавят в 16.0 какую-нибудь новую машину. Я думаю, что это, в принципе, логично. То есть, один джип это как-то слабовато. Скорее всего, его просто как-то оптимизируют. Немного поменяют физику, потому что она пока немножко странноватая. И, скорее всего, добавят какую-нибудь новую тачку. Возможно, какой-нибудь пикап или того более. Мы пока не знаем, что это именно будет. По мнению очень авторитетных источников, я называть их пока не буду, возможно, у нас выйдет новый редактор машин. Что, в принципе, логично. Каждый раздел у нас сопровождался каким-либо редактором. Я имею в виду глобальный раздел. Вот смотрите, у нас есть, допустим, оружие. У нас есть редактор оружия. У нас есть редактор NPC. У нас есть редактор предметов. То есть, в принципе, это здесь все немножко логически подвязано. Поэтому, если у нас вышла машина, то, соответственно, возможно, выйдет и редактор машин. Что, в принципе, имеет место быть. Потому что, как мне кажется, это вполне логичная история, которую пока ожидают все. Поживем, увидим. Но я пока склоняюсь к тому, что все-таки это правда. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Также давно уже ходят слухи, что добавят джип. Я не знаю, насколько это правда. Но, если честно, мне, в принципе, интересно, чтобы это подобавили. Потому что это добавит какой-то научности игре. И можно создавать прикольные уравнения. В общем, это тоже такая интересная фишка. И, если честно, она мне, в принципе, импонирует. И я бы хотел ее увидеть в следующей обнове. Но, как мне кажется, тут максимально спорные идут очень-очень спорные 50 на 50. Возможно, выпустят нового NPC. Так как выпустили кактус, возможно, выпустят NPC кактус. Я не знаю, насколько это правда. Но некоторые люди говорят, что, в принципе, это логично и похоже на правду. Я больше склоняюсь к тому, что все-таки этого не будет. Но, не знаю, не знаю. Напиши свое мнение, в любом случае, в комментариях. Будет очень интересно почитать, что вы думаете по этому поводу. Также, скорее всего, добавят более проработанную физику нашим футбольным мячам. И новым предметам из раздела спорт. Потому что сейчас это просто какая-то статичная PNG-моделька. Которая, если честно, даже режет глаз. Потому что она вообще никак не ломается. Ноль физики. И это, если честно, вообще не интересно. Поэтому хотелось бы, чтобы это поменяли. И, скорее всего, так и будет. Потому что, если вот это оставят просто так разработчики, я, если честно, немножко разочаруюсь. Поэтому, надеюсь, с фиксом нас встретит следующая обнова. Ну, а на этом новости Милан Плагграунд пока что заканчиваются. Если будет что-то интересное, я обязательно вам расскажу. Ну, на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И помню, дружище, как всегда, увидимся на днях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok